Друзья, всем привет! Снова увлечаю вам с магазина ShadowShop. Спасибо! Короче, рабочая атмосфера, процессы не прекращаются. Приехала к нам новинка, это профиль Vega. Два размера. 35 мм и видимая часть у нее 32 мм. И второй размер 45 мм. Профиль есть в трех цветовых решениях. Это неокрашенный, белый и черный. Соответственно, внутренняя часть у него порошковая покраска так, номинально. Ну и наружная часть хорошая порошковая покраска. То есть, в этом плане здесь все ок. Давайте расскажу, что, какое преимущество у этих профилей. То есть, с точки зрения техники, да, есть камера. Камера предназначена для крепежа консолей. То есть, что в широком формате, что в узком формате. Довольно удобно, поскольку нет никаких изгибов, ребер. То есть, ты просто прислонил уголок и крепишься. Довольно простая работа. Я вообще профиль оценил, поскольку и рассеиватель посмотрел. Рассеиватель жесткий поликарбонат. Ставится легко за счет того, что у металла есть вот эта вот упругость. Да, он при заходе рассеивателя чуть-чуть подраскрывается. И тем самым это удобный процесс. То есть, здесь не дачу взять. Рассеиватель поликарбонат, я думаю, где-то порядка 50% он забирает по свету. Но и за счет того, что есть от высоты рассеиватель до источника светодиодной ленты, высота миллиметров 20 по ощущениям, то этого более чем достаточно для того, чтобы у нас... Да, 20 миллиметров. Для того, чтобы у нас свет распределялся даже при 80 точках на метр. Я думаю, что жемчуг исключен. Вот. Какие еще преимущества? У этой системы ширина основания, куда клеится светодиодная лента, 15 миллиметров, что позволяет и в каких-то случаях и на два ряда оклеивать. Ну, например, там нейтральный или там теплый, холодный. Смешение, получаем нейтральный. Или там двухрежимные светодиодные ленты. Ну, в общем, вариативность есть. Можно добирать мощность, которая необходима. Там, например, 2 по 11,8 Вт или там 2 по 16,7 Вт. Тем самым мы получаем довольно мощный источник света. Вот. Единственное, здесь сечение профиля можно по калькулятору посчитать и посмотреть, насколько теплоотвода будет хватать для... Ну, какое предельное значение. Я думаю, Ватт-25 он спокойно будет на себе нести. Ну, соответственно, 50-й, вот этот 45-й профиль, у него, наверное, по ощущениям где-то Ватт-30 спокойно на себе тоже понесет. Здесь, соответственно, ширина оклеиваемой части гораздо больше. Там где-то миллиметр 25, по ощущениям. Вот. Вот. Что касается заправки, то есть у нас все профили, они могут быть как встроенные, так и накладные. То есть мы можем неокрашенный профиль применять для встройки, да, соответственно, чтобы это было экономично. Вот. Но в случае, если у вас есть комбинаторик, да, можно использовать белый там по умолчанию и как накладной, и как и встроенный. Вот. Для того, чтобы линия сделалась встройкой и появилось торцевание, да, и ребята сделали такие, ну, с помощью лазерной резки, торцевые заглушки. Здесь сразу идет выход под светодиодную ленту, когда шаг не совпадает, да, или как-то завести питание аккуратно. И крепится это все на два винта. Винты надежно, позиционируются четко, и в целом у меня никаких нареканий здесь не возникло. Вот. Соответственно, либо двойной гарпун проклеивается, да, разрезается, и здесь уже конвертиком подклеивается. Либо используется клинч, так же это возможно. Вот он, клинч. Ставится. Думаю, что и с тканью этот профиль работает, но здесь точно 45 миллиметров, а здесь надо будет посмотреть. Вот. Если кто-то знает, напишите, ставили ли вы профиль вегу с тканевыми полотнами. Так. Идем дальше. Если стройка, то заглушка такая, если накладной, то заглушка есть вот такая. Она сделана на 3D-принтере, но сделана аккуратно, то есть у нас здесь есть зернистая фактура, вот она, видите, и вот такой вот позиционер. То есть он просто вставляется в заглушку, ну, в этот профиль, сейчас, таким образом. Вот. И получается аккуратно торцевая заглушка черного либо белого цвета. Вот. Они есть как и для 35-ти миллиметров, так и для 45-ти миллиметров линии. Такие вот напечатанные заглушки. Все аккуратно выглядит. Если, соответственно, накладная, то здесь вот направление центра есть. С внутренней стороны и с наружной стороны тоже направление центра есть. Это помогает и при распиле, и при позиционировании световой линии на плоскости. И для того, чтобы выводить какие-то отверстия для питания там и так далее. Вот. Ну, в общем, если коротко, то это вот так. Здесь еще у ребят есть система фиксации. Тоже довольно интересная. Так, вот сейчас рассеиватель сюда поставлю. Вот. Соответственно, чтобы вы понимали, да, у нас когда потолок натяжной идет, он вот эти вот ребра, он перекрывает. То есть здесь не будет такого, что вот грань черная торчит или белая торчит. Она плотно перекрывается. Соответственно, рассеиватель идет плотно, примыкает к натяжному потолку. Вот. В ближайшее время рассеиватель будет еще черного цвета. Тоже ожидаем к поставке. Вот. Но про систему стыковки скажу так. Вот есть пустотелые напечатанные образцы. Вот. Они довольно просто работают. То есть без особых каких-то суперспособностей. Здесь есть выемки. То есть не ошибетесь, по-другому вы его не вставите. Он не поместится. Вот эти выемки вы... Сущечка. Туго идет. Ну, это нормально. Туговато идет. Ничего страшного. Пластик мягкий. Его, если что, подточить всегда можно. Соответственно, угол 45-й распилили. Один с другим вставили. И если это встройка, допустим, то сбоку. И здесь тык-тык законтрели. И у вас в целом надежное соединение. Если, допустим, у вас накладная линия, да, то с внутренней стороны, вот здесь, можно прозинковать два отверстия. Там, треечкой отзинковать. И закрутить саморезы. Вот так, чтобы они немножко протопились. Чтобы вот этот бугорок, когда оклеится светодиодная лента, была незаметна. Вот. Сейчас ее вытащу. Плотненько идет. Ну и, соответственно, по прямой то же самое. То есть, мы вот так вот вставляем. Вот здесь полегче чуть-чуть ходит. Но надо понимать, что это 3D-печать. Допуски все равно есть. И, как бы, ничего критичного, соответственно, нет. То есть, по прямой вставляется. То же самое для встройки. Это с любых мест в камеру можно закрутиться. И если накладная, то с внутренней стороны здесь вот произвести фиксаж. Либо можно просто намазали клей, поставили, он застыл. И вторую часть также намазали клей, застыковали. Вот. Все зависит от того, какая конфигурация собирается. Короче, профиль в наличии. Метров по 50 у нас есть. И черного, и белого, и неокрашенного. И 45-й, и 35-й линии. Вот. Есть и прямые соединители, и угловые, и торцевые заглушки. И белые, и черные. И под встройку. Короче, все есть. Полный ассортимент. Кроме черного рассеютеля. Он попозже будет в наличии. За подробностями, ценами, условиями обращаюсь к менеджерам Ольге и Алексею. Вот. Ребята вам с удовольствием все расскажут. Вот. Хорошего дня. Ребята вам с удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин